День добрый, дорогая церковь, дорогие друзья, каждый, кто пришел сегодня на это служение. Еще полтора месяца мы праздновали назад День Матери. И в Германии как бы его больше празднуют. Этот праздник недавно, несколько лет назад ввели День Отца. Не знаю, как конкуренцию или нет, но мы видим это не конкуренцией, потому что когда мы говорим о воспитании детей, о влиянии детей, конечно, на детей влияют как мать, так и отец. Я бы сегодня хотел поговорить о роли отца. Вилейн Бунц рассказывает в своей книге «Библия Рауха», то есть курящей Библию, он на самом деле, сидя в тюрьме, скурил весь Старый Завет. И когда он дошел до Нового, то есть каждый листок, когда он отрывал, он ее курил. И дойдя до Нового Завета, он читал каждый листок, прежде чем он курил, Бог начал проговаривать к нему. И он пишет в этой книге о своем детстве. И я просто некоторые предложения прочитаю. Один важный, очень важный человек, с которым я должен был примириться, это был мой отец. Мы оба взвалили много вины на нас обоих. Наше взаимоотношение было полностью разрушено. Человек, который никогда не плакал, но от него плакали очень многие люди, потому что он принес много беды другим людям. И еще одну цитату я читаю просто с этой книги, я перевел просто на русский язык. «Много тем, кем я стал и от чего Бог должен был меня освободить, я унаследовал от своего отца. Склонность к насилию, склонность к ярости, неспособность строить взаимоотношения на любви». И он описывает в своей книге детство, когда мать их оставила, отец воспитывал, не справлялся, он избивал сына. И уже в 6 лет, когда он взял другую жену, просто он не справлялся, он отдал в детский дом. Ну и Вилейн Буц, автор этой книги, его сердечко становилось все жестче и жестче, пока он стал вот таким криминалом и попал впоследствии в тюрьму на 14 лет. Когда мы говорим о воспитании, конечно же, отец играет огромную роль. Примерно 2 года назад мы с Славой были на похоронах у одного человека здесь, в Курвайлере. Он употреблял наркотики, у него, я путаю, либо четверо, либо пятеро детей. И один из, то есть они были тоже на похоронах, похороны были в принципе небольшими, там было, может, человек 30 нас всего лишь. И когда мы уже шли к могилке, я просто заметил, что один сын из них интересные шажки такие делает, пока я не заметил у него на ногах кандалы. То есть он был с тюрьмы скован, и два человека сопровождали его. Этому парнишке было лет 17, наверное. Я смотрел на всю эту картину, и где-то мне это больно было, и понимал, а почему он таким стал? Откуда он таким стал? Отца, которого хоронили, ему было около 45 лет, не знаю, сколько лет он наркотики принимал, лет 10, 15, 25, 25, Слава говорит, в тюрьме, тюрьма, дома, тюрьма, дома. А, конечно же, сыну он своему сыну не говорил, тебе нужно наркотики принимать, или тебе нужно в тюрьму сесть, но что делал сын? Он смотрел на жизнь отца, и как-то повлияло, и уже с 17 лет он оказался каким-то образом. в тюрьме. Поэтому, когда мы говорим о влиянии отца, отец имеет огромную роль в присутствии, отсутствии отца, то есть огромную роль на воспитание как сына, так и дочери. И я верю, что самое большое влияние дает не общество, во-первых, а во-первых, родители, и еще больше отец. И чтобы изменить общество, все социальные программы, которые сегодня настроены там в садиках, в школах, ну, это капля в море, они неплохие, но по сравнению с влиянием отца, отца, это вот столько, может быть, пару процентов, самое большое влияние это дает отец. Или его отсутствие. Еще раз, отец всегда влияет. Негативно, позитивно, поэтому, чтобы начать менять общество, нужно менять отцов. То есть, а часто мы задаем вопрос, конечно же, очень простой, который мы можем задать, а какова роль отца? И мы понимаем роль отца не только при зачатии ребенка, мы понимаем, что роль отца, и она намного больше. Кто расскажет нам, какова роль отца? То есть, в каких книгах мы найдем истинную, как бы, информацию? И какие у нас есть примеры, когда мы говорим об отцовстве, какие есть примеры, кому мы можем подражать? Первое, когда мы исследуем Библию, мы понимаем, что, кстати, может вопрос такой вам, для вас Бог, кто Он? Отец, ну вы уже сразу, да, а вот, если вы первым сказали, кто для меня Бог, ты бы сразу сказал, что Он Отец, или, примером, еще как, Бог. А, смотрите, у нас разные ассоциации есть, и это может правильно быть, то есть, я не хочу сейчас сказать, о, вот вы неправильно думаете, да, у нас, у Бога много качеств, мы можем все вышние, все знающие, и так далее, Бог Создатель, на первых страницах, Он открывается нам Богом, Создателем, но Бог является Отцом, и мы сейчас рассмотрим эту мысль, откуда она, и почему она в Библии подтверждается, очень твердо, коренным образом, когда Бог сотворил человека, Адаму и Еву, куда он их поселил? в раю, рай, это какое место? Да, безгрешное, а где Бог в это время обитал? Смотрите, рай, в это время, то есть, Бог был вместе, это не было так, здесь Бог где-то на небе, а там где-то, непонятно где, Адам и Ева, рай, это присутствие Бога вместе, непосредственно с человеком, вот если у вас рождались дети, кто женат, и у кого дети есть, куда вы их делали? В соседскую квартиру, там куда? поближе домой, зачем? Только чтобы помогать? Ну, можно было соседа нанять, там, или там, детские дома есть, это твое, смотрите, отец хочет рядом быть, мать хочет, то есть, мама хочет быть рядом, это естественно, так вот, когда мы говорим о Боге, то рай, это присутствие Бога, с человеком, кстати, когда мы говорим о новом небе и земле, сам рай, это присутствие Бога, это уже не Бог, как дядя, ну, такой, знаете, чуть-чуть отдаленный, он вроде и родной, но уже не такой родной, отдаленный, Бог представляется нам, как отец, и мы посмотрим сейчас, откуда эта мысль взята, мы видим это в ветхом завете, и в новом завете подтверждены, как бы, Библии, это идея, Бог является отцом, Исайя, 64 глава, 7 стих, там мы читаем, что сам пророк Исайя обращается к Богу, и мы читаем следующее, «Но ныне Господи, Ты отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей». Смотрите, пророк называет Бога отцом, то есть здесь мы видим близость, когда мы говорим отец, конечно же, и мы, я понимаю, у каждого из нас может разная ассоциация быть по отношению к отцу, кто-то отца пережил грозным, суровым, кто-то его пережил просто отсутствие его и так далее, но когда мы говорим сейчас о небесном отце, мы еще придем к этим качествам, то здесь речь не идет о том, что он грозный или строгий, речь идет о святом Боге, речь идет о милосердном Боге, и Исайя называет его здесь отец, то есть мы видим, в этом названии есть близость, есть большая разница, когда мы говорим, ну, есть Бог, вот если вы скажете, ну, есть президент или там царь, ну, тебе-то какое дело до этого, что он где-то есть, или там даже в нашей стране, ну, хорошо, но если это твой папа, меняется что-то в этом или нет? Так это мой папа, это все меняет, у тебя совсем другие взаимоотношения к этому, у тебя другой подход, ты можешь в любое время прийти к нему, то есть если другим надо там термины делать, звонить там как-то, а сын просто он вхож, он вхож в любое время, всегда. Мы читаем исход, 4 глава, 22-23 стих, я хочу просто сделать утверждения библейские, откуда я это взял. Сам Бог говорит Моисею, когда он посылает его к фараону, следующее, «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». То есть Бог называет Израиля, народ израильский, первенцем, своим сыном, уже не просто как бы, ну, народ чужой, или вот они рабы мои, Бог называет первенцем. А это значит, смотрите, какая разница, Бог называет Израиля первенцем, в то время, когда фараон видит их кем? Рабами. Ничего не значит, ну, умер там один, ну и что? То есть, смотрите, какая разница, взгляд Бога на народ свой, на человека, и взгляд фараона. Так вот, Бог называет Израиля, и дальше мы поймем, и в Новом Завете, что Бог видит на каждого человека, Он видит человека и говорит, это сын мой. В Новом Завете мы видим эти подтверждения уже через Иисуса Христа, конечно, сам Иисус Христос, Христос называет Бога Отцом, но и учит нас всех называть Бога Отцом. Мы читаем в Матфея 5,5-16. «Тогда светит свет ваш предлюдьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». То есть, Иисус говорит ученикам, что это Отец ваш Небесный, то есть, Он ваш Папа. Не просто Бог, Он является Богом, но Он ваш Папа. Здесь опять взаимоотношения близости. 48-й стих, это же глава. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Еще раз подтверждается. А какая самая известная молитва в Библии? «Отче наш». Смотрите, не Бог наш, не Егова, Отче наш, Отче, Папа наш, Сущий на Небесах. То есть, обращение к Отцу. А это значит, Бог, в Которого мы верим, Бог, к Которому мы обращаемся, не чужой. И одна из самых, возможно, знакомых притчей, популярных притчей в Библии, какая? «Блудный сын». Хотя мне бы эту притчу хотелось бы переименовать, ну, многие, это человек дал название этой притчи, мне бы хотелось сказать «Огромное сердце отца» и «Блудный сын». Потому что в центре всего этого неблудный сын, как он уходил там и куролесил, в центре отец. Вот сердце отца мы познаем через эту притчу, никакой сын классный. А как отец отнесся к сыну, который вот растранжирил все, повернулся от отца. То есть, смотрите, когда мы говорим о Боге как отце, это же не просто вот я выдумал и где-то мы там одно местечко нашли в Библии, это сильное утверждение как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Бог является отец. И поэтому мы будем учиться и смотреть, что же мы можем, какие качества мы можем отцовства научиться от Бога Отца. Мы прочитаем в Исаии 46 глава, 3 и 4 стих, как Бог заботится о своих детях, как Бог Отец. 46 глава, 3 и 4 стих. Послушайте меня, дом Израилев, и весь остаток дома Израилева, принятые мною от шрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тоже буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. А в этих словах мы здесь не находим слова Отец. В Исаии, сам пророк, в конце мы уже читали 64 глава, мы читали, что он обращается Исаия как к Богу Отцу. То есть в контексте взаимоотношений мы понимаем, что речь идет не просто о Боге, который далеко отчужден, речь идет о Папе, который ведет свой народ. И теперь, как Бог, Отец, заботится о своих детях? Первое, что мы можем отсюда извлечь, он говорит, «Послушай меня, дом Израиля». Первое, к чему хочет Бог привлечь, это внимание народа к Нему. Что мы должны как сын? Кстати, когда дети рождаются, вот, кто помнит свое первое дитё, которое еще ничего не говорило, вот первое слово, какие бы хотели родители, чтобы первое слово дети сказали? «Мама и папа». Как бы логично, да? А что бы, если он сказал «сосед» первое слово? Ну, или там, я не знаю, «шеф» или… Мы бы сказали, это странно или нет? А какая вам разница, кому он обращает внимание? Или ты говоришь, «сын, сын, он тебя не слушает, кто-то другой пришел, а-а-а-а». Ты говоришь, что-то не то. Смотрите, это же логично, то есть мы хотим, чтобы ребенок, во-первых, слышал чей голос? Родители, ну, отца, мамы, в данном случае мы говорим сейчас об отце. То есть, поэтому здесь Бог говорит, «Послушай меня, дом Израилев». А вообще эта глава начинается, что народ израильский убежал, а сам стал служить башкам. То есть, идолопоклонство. Служили, взывали непонятно кому, и Бог возвращает здесь и говорит, «Послушай меня, сын мой, Израиль». Первое, что он хочет, привлечь наше внимание, он есть Бог. И дальше мы, конечно, читаем, как или каким образом отец заботится. И вот здесь, в четвертом стихе три глагола. он несет нас, он поддерживает и он охраняет. Три вещи, которые Бог делает по отношению к Израилю, по отношению к каждому человеку. Несет, поддерживает и охраняет. То есть, Бог не только произвел этот народ. Авраам, Исаак и Яков уже от Якова пошли двенадцать сыновей, то есть, двенадцать колен. Если мы посмотрим на историю израильского народа, а израильский народ, то есть, как сыновья, то мы увидим, что не всегда и не самопослушный был этот народ. Если вы сейчас посмотрите на своих сыновей или дочерей, вы можете сказать, ну, у меня не все. Кто может сказать, что у меня вообще идеальные дети все слушают, все делают с первого раза? Есть такие? Ну, у меня нету, я просто... Да? Вот, но смотря на жизнь Израиля, мы можем сказать, ну, не всегда они послушны были. Вот смотрите, мы начинаем и опять, как Бог воспитывал непослушных детей? Двенадцать колен. Начинаем с Папы Якова. Как он добрался до своего благословения до первородства? Во-первых, своего брата подкупил супчиком, а во-вторых, переоделся, а папа слепой был, плохо видел и получил благословение. Так подождите, а он же сын Бога? А как теперь с ним? Благословлять или нет? Так он же непослушный. И теперь смотрите, как Бог ведет свой народ. Кстати, опять, не самые послушные, а это только прообраз нас. То есть, не думайте, что еврейский народ непокорный, а вот мы здесь все покорные. Это прообраз нас. Потом собираются двенадцать братьев и видят, то есть, одиннадцать, что один лучше одет, и что ему какие-то сны не те снятся. И они решили его, что сделать с Иосифом? Продать, сперва убить, потом подумали, нет, это плоховато, давайте продадим. Все. Братья, родные, представь, вот здесь матеря сидят, да, у кого дети, сыновья собираются одного продать. Но это, это сильный грех. Ну, как бы, вы бы сказали, как, как они додумались до этого? Но смотрите, во всем этом Бог бы мог сказать все. Мое воспитание закончилось, я их больше не буду ни благословлять, ни вести, вообще никак поддерживать, да. Но смотрите, он несет, поддерживает и охраняет, а дальше они попадают в пустыню. И теперь в пустыне, уже когда Бог вывел народ израильский из Египта, что он делает? Он начинает обучать этот народ, и это главная или центральная мысль, очень важная. Бог дает 10 заповедей, основные, 613 другие побочные заповеди, которые как бы строят, на чем общество строится, и теперь дает направление в жизни израильского народа, и дает ценности, что ценно в жизни? И вот через то он начинает, во-первых, он говорит, «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства, да не будут у тебя других богов пред лицом моим». То есть он дает направление жизни, ради чего жить? Вот что самое главное в жизни? Бог говорит, во-первых, я стою в центре, Бог, не человек, и это самое главное направление, и ценности он дает, это не убей, не кради, и так далее. Ну, 10 заповедей дальше. Теперь, зачем Бог 40 лет преподавал эти заповеди в пустыне? Ну, можно же за день было преподать. Непослушный, то есть он вел и формировал это. Теперь, главная задача отцов, родные, отцы, очень важно, мамы тоже могут слышать, это передать или дать направление в жизни сына или дочери. Главная задача дать направление, библейское направление, и ценности передать. и здесь большинство отцов просто не имеют ни ориентира или сваливают эту задачу на жен. я же на работе был, я же отработал, деньги принес, что-то надо. Воспитывай детей, сама читай книжки, сыновей, там, кого разницы нету, дочерей, сыновей, да, то есть, смотрите, вопрос, но Бог не просто сказал, позаботься и принеси деньги, дай направление, а ради чего, вот, сын, дочь живет, зачем им жить? Ну, хорошо, профессию сделать, ну, сделали профессию, а дальше что? Ну, жениться, ну, женились, что, зачем, ради чего, ради каких ценностей они живут? А ценности определяет не Германия, а Бог, и Он определил их в Библии в десяти заповедях. Вот почему в Германии у нас очень много богатых людей, то есть, мы живем, в принципе, богато в Германии, мы не бедные, по большому счету наш статус здесь, даже здесь, хотя мы не миллионеры, но если сравнить другие страны, мы хорошо живем, но знаете, большинство людей не знает, ради чего они живут, смысла нет, поэтому так много депрессий, поэтому так много вот люди, а вы знаете, что много людей у нас здесь заканчивает жизнь самоубийством? В Европе, в Германии, в Европе особенно, а люди не знают, зачем живут, все есть, вопрос не в том, что человек голодал и с голоду умер и сказал, прежде чем я умру, я вот закончу жизнь самоубийством, нет, в изобилии человек заканчивает жизнь, потому что что-то не передали, и теперь смотрите, когда мы говорим о ценности, еще раз, как передавать, так вот, Бог передал народу израильскому, не просто преподал, ну, Моисею дал 10 заповедей, а теперь через Моисея он учил, через лидеров учил народ, вот почему Бог призывает отцов сегодня учить, хорошо, когда мама Библию читает, неплохо, но это задание отца, я понимаю, у некоторых матерей мужья неверующие, то есть, ну, приходится читать, но вообще это задание мужчин воспитывать, то есть, давать направление, жена может помогать и должна помогать в этом направлении, это правильно, это здорово, вот, но уже дальше, позже Соломон перенял эту идею, мы читаем притч 6, 20, сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей, то есть, мать и, то есть, муж и жена, в этом случае отец и мать, они команда одна, которые направляют детей, но главную роль в этом несет отец, и отсутствие отца обязательно скажется на воспитание ребенка, потому что, если отец не преподаст ценности, поверьте, сын или дочь найдут ценности, но они найдут на улице, через телевизор, где-то в другом месте, что-то они обязательно найдут, и очень возможно, не то, чтобы ты хотел передать. Вот почему, друзья, дорогие, когда мы говорим об этом, как Бог заботится через вот эти вещи, дальше, когда мы читаем, когда Бог дал 10 заповедей, несет, поддерживает, охраняет, то есть в то время, когда Бог сделал это еще, они были в пустыне, только еще короткое время побыли, как Моисей на горе получает 10 заповедей, они строят золотого тельца. И говорят, в принципе, а где этот Бог, мы не знаем. Теперь подумайте, ведь этот Бог, Отец, снабжает их. И если бы Бог, Отец, разозлился и сказал, а, они меня задели, ну, тогда я на недельку, две, три манны не пошлю. Что бы было с этим народом? Пустыня. Ну, там ничего не растет, просто вы померли. Но смотрите, как Бог, да, Бог наказал тех, кто восстали против Него, но весь народ, Бог воспитывает и несет постоянно, то есть, все 40 лет, вообще, мы сейчас говорим, 40 лет, а вообще, вся история, если бы Бог не защищал народ израильский, просто бы уже десятки, сотни раз бы его смели, его бы просто не было. Уже в пустыне, и тогда, когда они пришли в Ханан, и так далее. То есть, почему мы читаем это? Бог заботится о своем сыне Израиле. В лице этого он говорит, я забочусь о людях, о каждом человеке. Несет, поддерживает и охраняет, и дает направление жизни. Кстати, как долго он это делает? Смотрите, от чрева, как только родился ребенок, и здесь Бог, отец говорит это, до старости вашей. То есть, у нас отцов, вот я, мой папа, ему уже за 80, возможно, он уже физически не сможет за мной заботиться и так далее. То есть, у нас временных здесь, плотских отцов, у нас время ограниченное заботиться о своих детях. Мы стареем, когда-то мы неспособны, умрем и так далее. Бог говорит, от начала Израиля, когда я его сотворил этот народ, до его старости, а старости это сколько? Пока он существует народ, не один человек. А если мы возьмем жизнь одного человека, то есть от начала до конца, а Бог-то не стареет. Бог вечен. Вот почему он способен нести каждого человека. И это меня впечатляет. И еще одна мысль, именно с этого стиха, до старости вашей я тот же буду. А что это значит? Я тот же буду. Бог не меняется, он всегда один и тот же. Смотрите, когда Моисей хотел познать Бога, кто такой Бог, Бог открылся ему, и мы читаем это в Исайе 34, 34, глава, 6 стих. И прошел Господь пред лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. А Новый Завет подтверждает эту же идею 1.17, Иакова 1.17, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. То есть, смотрите, Бог сегодня добрый и верный, а завтра какой он? Добрый и верный. А через месяц какой он? Добрый и верный. Вы скажете, ну, это все просто. Кто из вас бывает живет по настроению. Есть такие люди? Меняется настроение. Сегодня доброе, завтра оставь меня в покое. Поэтому даже иногда такие мамаши, которые знают хорошо мужа, то есть отца, говорят, мам, можно мне к отцу что-то спрятать? Нет, сейчас не надо, он сейчас не в духе. Знаете такое, да? пришел там злой или недовольный, голодный, не трожь отца, пусть он остынет. А некоторые оставают всю жизнь. То есть он всегда плохо настроение, да? Либо пьяный, либо злой, то есть иногда добренький, и наоборот может быть, часто добрый, иногда злой. И мы говорим, ну, подождите, а кто-нибудь может сказать, у меня этого никогда не, я всегда добрый, на сто процентов. Конечно, мы можем сказать, мы стремимся к этому, но у нас же проявляются такие зигзаги. Кстати, и не только у женщин зигзаги, и мужчины тоже зигзагят по настроению. так вот, представьте, Бог не в настроении, то есть Он не в этом настроении, поэтому Он говорит, я всегда один и тот же, а Бог всегда добрый, Он всегда благой, Он всегда милосердный, Он всегда верный. Друзья, это наш Отец, ты не можешь сказать, ну, сейчас я к Богу не могу обратиться, вдруг у Него там настроение плохое. нет, у Отца у нашего может быть плохое, но у Бога нет. Родные, вот что нас впечатляет, Бог от юности до старости ведет, и Он всегда тот же, Он не меняется, Он не может в Ветхом Завете чуть-чуть такой строгий, а в Новом Завете Он уже чуть-чуть мягче. Нет, Он всегда совершенный, Он всегда святой, Он всегда человеколюбивый, с первой страницы до последней страницы, от начала истории человечества до конца. Как это здорово! Я не знаю, как бывают отцы. Вильям Бутс описывает иногда своего отца, который в жестокости наказывал его, и хотя наказывал очень жестоко и сильно, но сердце ребенка ожесточалось с каждым наказанием сильнее. Можно избивать, но не воспитывать. Так вот, избиение это не воспитание, это ожесточение ребенка с каждым разом, еще раз, и еще раз, и еще раз. Нам кажется, ну, надо еще раз побить, еще раз. избиение ребенка это не воспитание, это ожесточение. Вот так ожесточился этот человек. И в конце около 140 деликтов, за которые он должен был на 14 лет сесть, и два человека на своей совести, которых он лишил жизни. И последнее, что бы я хотел сказать, прежде чем мы вывод сделаем, Бог не меняется, я уже сказал, Бог отец милосердия. Мы это уже прочитали, я уже сказал, притча о блудном сыне, она открывает сердце отца. Еще раз, сама притча говорит о том, что этот блудный сын, когда-то он жил с отцом, но ему возможно не совсем понравилось, возможно прелести этого мира, грехи этого мира увлекли. Написано, что он взял имение, пошел и быстро греховным путем расточил, то есть купался в грехе, не отказывал себе ни в чем. Я думаю, там все грехи этого мира, то есть все, что можно было попробовать, он пробовал с весельем. И вообще такой стиль жизни кажется, что он никогда не закончится. Но за грех всегда нужно платить. И не только деньги кончаются, и когда деньги кончились, пришло одиночество, пустота в сердце, и все друзья, на которых он рассчитывал, с кем он праздновал, как-то они растворились, как туман в ясную погоду, когда солнышко приходит. Просто один, вот это осознание, а ты никому не нужен. Ты никому не нужен. И вот в этом осознании человек начинает думать, ну, есть же Бог, есть же Отец. И он вспомнил, есть Отец, а он добрый. И он не вспомнил, что да, есть там батя, он какой-то злой там был. Нет, он вспомнил, у отца моего даже наемники лучше живут, чем я. И вот меня впечатляет эта картина, придя же в себя, сказал он, сколько наемников у отца моего, избыточествует хлебом, а я умираю от голода. То есть это хорошее состояние осознания, и потом встал 20 стих, и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Герой здесь не сын, герой отец. В чем? Как бы глубоко человек не пал, как бы глубоко человек не пал, у него есть возвратная сторона к отцу. Смотрите, отец не стал его спрашивать, а сколько ты согрешил, сколько осталось у тебя вообще денег. Видно было, в лохмотьях пришел, если свиней пас, точно не пахло, и точно одежда не самая лучшая была. И отец не побрезговал побежать, обнять. и поцеловать. Когда мы говорим об отцовстве, Бог отец не брезгует кающегося грешника, только кающегося. Он пришел с покаянием. Вот почему отец ждал его с распростертыми руками и даже побежал ему навстречу. Это отец. это отец. Я не знаю, какое состояние у тебя с твоим отцом. Не могу сказать. Вильям Бутц в последней главе описывает встречу с отцом. Очень такая сильная история, бурная история его жизни. он описывает, как он пошел к людям, он сбил полицейского, милиционера в Австрии насмерть, то есть из-за него была авария и этот человек умер и спустя много лет он нашел эту семью. Дух Святой побудил его найти извиниться у этой вдовы. И интересное событие, когда он пришел в эту семью, собрал вдова, дети, говорит, я тот человек, который убил вашего отца, то есть врезался, простите меня. А эта женщина встала, пожилая, расплакалась, обняла его, сказала, мы за тебя молились все время, мы тебе простили, мы хотели, чтобы Бог достиг твое сердце. Это очень впечатляюще, как Бог достигает, но еще больше впечатляюще, когда он пришел, встретился с отцом, в лесу, где отец его избивал, и он пишет, что первый раз в своей жизни, ему было около сорока лет, мы обнялись и плакали. Это было восстановление его взаимоотношений с отцом, он больше Бога стал понимать. Иногда мы можем проецировать наших отцов на Бога, если у тебя было плохое отношение, может, кто-то думает, ну да, мой отец не такой хороший, он не говорил таких слов, возможно, возможно, тебе можно примириться или простить надо отцу, земному, но не небесному, некоторые говорят, ну, если у тебя такая плохая судьба была, тебе Бога надо простить, нет, извините, Бога прощать не надо, потому что Бог не грешил против тебя, у тебя может прощение нужно у Бога попросить, чтобы восстановиться, это правильно, как блудный сын, потому что когда мы как жертва испытываем плохое воспитание или просто мы одиноки, человек таким образом оправдываясь начинает еще больше грешить, но мы грешим против Бога, вот почему восстановление всегда начинается с покаяния, Господи, я согрешил, и восстановление наших земных взаимоотношений, мы начинаем понимать Бога, чтобы понять Бога, нужно читать Библию, как отца, я понимаю, некоторые отцовства не вернешь, если у кого-то уже нету отца, у кого-то останется он такой, вряд ли он поменяется, и кто-то скажет, ну а что мне делать, Бог отец является сегодня и твоим отцом, или может стать и твоим отцом, и ты можешь приобрести совершенного отца, читая Библию, соприкасаясь с ним, он не чужой, он милосердный, он любящий, он прощающий, он не отец настроения, вот сегодня ты себя хорошо вел, ну вот сегодня он порадовался, завтра чуть-чуть тяжелый день, а вот завтра он уже не радуется, нет, он всегда святой, он всегда верный, даже когда мы неверны, он верный, это меня впечатляет, друзья, дорогие, здесь сидят отцы, а кто-то еще будет отцом, самое главное это не зарплату принести домой, сказать, вот я отработал месяц, а уже жена пусть воспитывает, если ты отец, то Бог тебе дает задание давать направление детям, семье, жене, во-первых, детям, и учить ценностям, а ценности мы находим в Библии, ценность не общество диктует, какую машину или какую квартиру или какую одежду, чтобы выглядеть ценно, это вещи проходящие и уходящие, ценность дает Бог, это нематериальное, это духовное качество. Я призываю отцов, я должен у Бога просить мудрости, Господи, дай самое главное передать веру в Тебя, смысл жизни для моих детей, независимо, кем они будут, какую профессию, Тебя, Господи, Тебя, как отца. У нас есть возможность сейчас обратиться, здесь есть отцы, которые понимали, что может что-то не так делали, у вас есть возможность, Господи, научи меня, я хочу быть добрым отцом. Если у кого-то может в сердце обида, да, вам нужно попросить Господа прощения и попросить силы примириться с отцом или отпустить, или просить, Господи, я хочу иметь вот это свободное сердце. Я верю, что отцы, которые воспитывают своих детей, в церкви это крепкая церковь, это крепкое общество. Поэтому давайте сейчас встанем и будем благодарить, если у тебя есть возможность благодарить за твоего отца можешь это делать. Спасибо.